всем привет вы на канале вышивка плюс и сегодня я вам покажу какие новые проекты я начала в апреле я участвовала в совместном проекте у оксаны зерезы вышивальные приметы я уже вышила три картины в рамках этого испы и решила начать еще три у меня есть конечно же текущие процессы но это все виновата оксана тереза со своим лунным календарем она сказала что нужно начать новые процессы так точно не помню уже дату это было где-то дня четыре назад но я так подумала ну раз надо так надо я хоть и не верю в лунный календарь но я человек азартный если девочки начинают новые процессы значит и я тоже их должна начать и сейчас я покажу что я навышивала за эти четыре дня значит у меня был венок от панны вот первая картина венок изобилия подсолнухи четыре дня назад а вот этого рыжего кота я начала где-то недели две назад сейчас объясню почему я считаю что эти картины очень подходит для сп вышивальные приметы но во первых вот этот рыжий кот говорят что завести в доме рыжего кота это на счастье то есть котик приносит счастье но поскольку у меня уже есть кошечка только серая и вторую кошечку я заводить не хочу я решила завести вот такого рыжего кота на картине то есть как говорит оксана дериза главное верить в примету то есть это визуализация я смотрю на этого кота и представляю что он не принесет счастье хотя я не могу сказать что я человек несчастный но все-таки лишнее счастье никогда никому не помешает вот смотрите что у меня навышивалась так вверх ногами метод котик вот такой вот глаз вот такой вот глаз обалденно красивый зеленый или даже изумрудный цвет это прям уже вот видно какой взгляд и красивые такие рыжие цвета но в общем уже понятно что котик будет обалденный почему же я начала его вышивать именно с глазика все свои процессы я начинаю с правого нижнего угла ну а этого котика я решила начать именно с левого глаза потому что светлана абакарова купила точно такой же набор но не от фирмы золотое руно а на сайте алиэкспресс это китайская подделка и она начала вышивать глаз и очень переживала соответствует ли цвета ниток или схема оригиналу и я начала вышивать с этого же самого места для того чтобы вы могли сравнить мы с ней вышивали каждый день и в skype прикладывали эти картины рядышком и сравнивали но в общем что у нас из этого вышло вы можете посмотреть на канале светлана абакаровой она попозже выложит отчет о своей работе и туда вставит вот эту фотографию моего кота и вы сможете сравнить как отличается китайский набор от оригинального набора от фирмы золотое руно так ну в общем я не обещаю что я успею закончить этого кота в рамках проекта вышивальные приметы но вот эти вот две картины я планирую вышить обязательно ну во первых подсолнухи сейчас объясню почему подсолнухи я начала в интернете читать что же означают подсолнухи если верить в приметы там очень много значений и практически все очень такие хорошие положительные в общем я поняла что подсолнухи в доме иметь просто необходимо но я конечно шучу внимательные зрители наверняка заметили что мой садово-огородный канал называется солнечный цветок я очень люблю подсолнухи и у меня фотографии есть подсолнухами на балконе у меня стоят подсолнухи и какой же смысл вкладываю я в эту картину то есть я сейчас загадываю желание чтобы эти подсолнухи принесли удачу и процветание моему каналу ну а сбудется или нет вы сами сможете все это увидеть сейчас покажу что же на вышивалась я думаю оксана не будет против что я этот наборчик вышиваю как-то он по моему в этом сп никто не вышивает подсолнухи но я просто должна вышить потому что мой ник инесса сан на ютюбе изначально был инесса санфлауэ но я сократила чтобы не выговаривать мне это длинное слово словосочетание в общем осталось просто инесса сан но все-таки логотип а моего канала подсолнухи и аватарка у меня там с подсолнухами либо с одуванчиками ну в общем везде у меня вот такие солнечные цветочки но у меня нет ни одной готовой картины с подсолнухами и поэтому я просто обязана вышить подсолнухи бисером и подсолнухи нитками наборы у меня уже есть и подсолнушки у меня есть с нитками и вот сейчас бисером набор от русской искусницы я кстати до сих пор не понимаю почему русская искусница вот так написано мелко а вот здесь написано академия творчества как-то везде фирмы производители пишут свое название на титульном листе ну да ладно вот посмотрите что у меня получается вот так я уже начала вышивать обратите внимание как я вышиваю все свои картины скручиваю в рулончик потом когда здесь уже будет вышито много я с этой стороны начну скручивать в рулончик а вот и вот такая вот большая картина красивая вот что уже получается но в общем то цвета подобраны очень хорошо мне все нравится единственное здесь практически нет блестящего блестящих и перламутровых бисеринок я очень люблю перламутровый бисер блестящий перламутровый но здесь его нет как вы видите но вышивается довольно таки легко нитку я выбрала в цвет основы то есть здесь можно было взять коричневую не зеленую нить желто зеленую нить но лень было идти магазин у нас идет дождь и поэтому я выбрала зелененькую нить вот зеленую нить ее нигде не видно но в общем то разницы особой нет какой нить нитью вышивать какого цвета ну вот зеленый у меня лежит надо ее куда-то использовать и я решила использовать именно сюда и еще вот такой наборчик многие из вас скажут что этот набор больше относится к берегам но возможно вот этот домовенок он защищает ваш дом я немножко другой смысл вкладываю именно в этот набор а называется этот набор венок изобилия от фирмы панна и я сейчас загадываю желание чтобы мой дом был полной чаши то есть вот этот венок изобилия то есть вот такая визуализация то есть это все-таки примета а если еще так подумать поразмышлять у меня в планах когда-нибудь построить дачку сарай завести курочек вот чтобы они несли вот такие яички до желательно золотые сразу да чтобы ягодки там росли подсолнушки так это чеснок тыковка клубничка баньку хотим там построить в общем я сейчас хочу загадать желание чтобы наши мечты с дачей ну когда-нибудь пусть к нашей пенсии сбылись то есть для меня вот этот набор будет приметой то есть чтобы у меня вот так вот на даче было вот такое изобилие чтобы все росло все цвело домик построился банька топилась ну в общем поэтому я решила этот наборчик вышивать не в сп а береги а в сп вышивальные приметы ну я думаю оксана не будет против тем более что я принимаю участие в одном из п как-то не хочется с этим одним набором в другой сп вступать и тем более что я решила быть рекордсменом в этом сп не знаю как на ваш взгляд подходит эти наборчики по тематике или нет мне кажется что подходит так вышивать этот наборчик начала я как всегда с правого нижнего угла вот этот чеснок тыковка и смотрите что у меня получилось вот такая красоте девчонки набор просто обалденный я начала с чеснока вот это было сложно вышивать белым по белому я постоянно путалась постоянно путалась белый серый цвет но когда я уже вышла на тыковку ягодки листочки все тут все пошло уже как по маслу вот надо было начать с какого-то яркого пятна вот отсюда на с клубничек надо было начать либо начать вот с подсолнуха середины но я как всегда начала с правого нижнего угла но ничего я уже вырулила уже сделала бэкстич я вот здесь вот на чесноке и вот здесь вот у чеснока корешочки вот здесь вот это лук или это ботва чеснока стрелки хотя нет когда выкапываем чеснок уже нет таких зеленых стрелок это скорее всего лук вот так вот такой красивый наборчик ну что в общем я вам показала все наборчики которые я начала в апреле а подробнее я уже расскажу когда вышью уже большие участки и у меня уже сложится впечатление об этих наборах я вам поподробнее расскажу о каждой картине в отдельных видео на этом я прощаюсь с вами всем желаю удачи с вами была Инесса пока-пока